Итак, сижу в Union Square Park. Жду встречи. В парке, естественно, есть Wi-Fi. Он небольшой, но зато здесь отдельно есть загон для животных. В общем, там животные. Народ тут ходит, гуляет. Вот, небоскрёбчики, как обычно. Вот метро, всякие личности сидят. Странные. Хотя, для Нью-Йорка ничего не странного. И я уже тут, наверное, минут 20 сижу. Такое ощущение, что кришнаиты здесь, которые обосновались. Так как я здесь уже не первый раз, каждый раз, каждый раз, когда я здесь сижу, в этом парке, и отвлекаю. Все время их вижу. Этот парк... Чем он хорош? Не знаю, он в таком месте находится. Интересно. Здесь Владвей переходит в парк-авеню. Вот, поэтому, соответственно, как только ты доходишь до парк-авеню, хочется отдохнуть, так как ты с даунтауна идёшь в воктаун. И, соответственно, вот здесь вот там есть интернет халявный, можно посмотреть чего-то. Мне нравится вот это здание. Даже не само здание нравится, а то, как оно необычно выглядит. То есть, такие прямоугольные элементы, из которых всё оно выстроено. Там идёт какой-то счётчик, я не знаю, что это счётчик. По всей видимости, наверное, Google. Google любит всякую ерунду везде. Безрекламную совать. А может и нет. Ну, в общем, на данный момент вот там какой-то дизайн стены такой достаточно интересный. Вот, везде, на каждом доме стоит такая вот башенка с водой. Не знаю, насколько для пожара, но для восстанжения здания оно зашипит. Вот. Вот. Кришнаиты часами поют свои песни, я удивляюсь, как им хватает сил. Вот. Мне удивляет ещё очень интересный момент, что все станции, которые находятся в городе, они такие маленькие очень. То есть, вот это, можно сказать, что достаточно большое пространство, которое станция занимает. Иногда просто это как переход подземный выглядит. И иногда даже не понятен, что это станция. Но постепенно привыкаешь. Ну, вот, что вам рассказать ещё. Ну, Нью-Йорк, короче, мне очень нравится. Я не знаю почему, но почему он мне очень сильно нравится. И я рад, что я посетил его. Рад, что вообще, как бы, теперь я понимаю, насколько вообще эта страна достаточно интересна и разнообразна. И та американская мечта, ради которой люди сюда едут и здесь впахивают, она реально, как бы, видна. То есть, люди, будучи никем, становятся достаточно хорошими и высокооплаченными специалистами через какое-то время. Нужно просто прилагать усилие, время и всё, наверно. Ну, вот, как-то так. Всем привет, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok